Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Была предновогодняя неделя, я занималась своими делами, когда услышала странный звук, будто кто-то едва слышно стучал в дверь. Мне даже показалось, что я слышу всхлипывание. Когда я открыла дверь, то увидела на пороге плачущую сероглазую девочку, которая искала маму. Позже я связалась с ее отцом, и когда он приехал, была шокирована происходящим. «Девочка, к кому ты стучишь?» – спросила я, увидев перед собой маленького ребенка. Видимо, она и стучала в дверь квартиры напротив все это время и плакала. «Я ищу свою маму. Вы ее случайно не видели?» На меня уставились ее серые глазенки. На вид девочке было лет шесть. Я задумалась. Насколько мне было известно, квартира напротив давно пустовала, ведь в ней никто не жил. Однако мне не было известно почему, так как я заселилась сюда недавно. «Эта квартира давно пустует», – сообщила я девочке. Услышав это, малышка заревела и села на лестничные ступеньки. «Тетя, нам очень нужна мама. Только она может все исправить. Папа сильно по ней скучает». Я растерялась и не знала, что делать. У меня не получилось родить ребенка, поэтому я и не представляла, как вести себя в подобной ситуации. Заключить в объятии и позвать пить чай? Вряд ли она согласится войти в дом к незнакомой тете. Внезапно я услышала звонящий телефон в своей квартире, поэтому поспешила ответить на звонок, попросив незнакомую гостю никуда не уходить. Однако, когда я вернулась, девочки нигде не было. Весь вечер я не могла перестать думать об этой малышке. Я решила позвонить хозяйке того дома и спросить, кто же раньше жил в квартире напротив. «Там уже давно никто не проживает», — сказала Наталья Павловна, хозяйка дома. «А что случилось?» — сегодня туда стучала девочка и утверждала, что ищет маму. И женщина притихла, словно вспоминая что-то. «Скорее всего, это дочушка Даша, но она же умерла уже давно. Ее муж остался один с ребенком на руках, но потом он съехал. Теперь квартира пустая. Кстати, Света, сейчас отец с дочкой живут неподалеку. Если девочка снова придет, отведи ее к папе». И женщина сообщила адрес. Впоследствии я стала забывать эту историю. Я была поглощена в повседневной рутине, работая круглые сутки. Однажды перед Новым годом я услышала, как кто-то стихонько стучит. Открыв дверь, я снова увидела ту малышку, заплаканную и грустную. «Что у тебя стряслось? Где твой папа?» «Он дома. Я ищу маму», — тихо сказала она. Вспомню, что в квартире где-то записан ее адрес, я пошла за ним, а малышку попросила подождать у меня в квартире. Она зашла, огляделась и присела на стул в прихожей. Когда я нашла бумажку с адресом, малышка уже крепко спала. Перенеся ребенка на диван в гостиной, я позвонила Наталье Павловне. «Извините, что я опять звоню? Помните историю про девочку, искавшую свою маму около пустой квартиры? Сейчас эта малышка у меня. Я хотел отвезти ее к папе, но она заснула. Думаю, отец будет обеспокоен». «Знаешь, Света, я живу недалеко от них. Сейчас наведаюсь к ним». «Хорошо». Я положила трубку и залюбовалась девочкой, поправляя ей непослушную прядь. «Я всегда мечтал о своих детях, но, к сожалению, не суждено мне было ими обзавестись. Раньше у меня был любящий муж. Когда дело дошло до ребенка, мы решили его зачать. Вскоре я забеременела, но малыш родился мертвым. Наверное, всему виной был стресс, который я получала на работе, трудясь практически без отдыха. Узнав, что снова жду ребенка, я уволилась с работы, но какой-то злой рок преследовал меня. Второго малыша я тоже потеряла. После этого, как мы ни старались, ребенка зачать не могли. Вскоре муж от меня ушел. Сейчас, как я знаю, у него новая семья, и он воспитывает дочь. Больше я не владела никакой информацией о нем. Мне это было ни к чему. Я даже перестал общаться с нашими общими друзьями и знакомыми. С тех пор я живу одна уже семь лет, перебираясь с одной съемной квартиры на другую. Погрузившись в мысли, я не сразу услышала тихий стук в дверь. Открыв дверь, я очень удивилась. На пороге стоял мой бывший муж. «Сережа, что ты здесь делаешь?» «Я пришел за дочкой». «А, точно. Так это твоя дочь?» «Приходи, она спит». Мы прошли на кухню и поставила чайник. Вот уж кого не ожидал увидеть на пороге своей квартиры, так это его. Но жизнь иногда бывает непредсказуема. «Ты уверена, что мы тебя не беспокоим? Может, я лучше разбужу Лизу и заберу домой?» «Позволь ей немного поспать». «Что же у вас произошло?» Она уже несколько раз приходит сюда и стучит в дверь квартиры напротив. Сережа грустно вздохнул и начал рассказывать. «Несколько лет назад мы жили в этой квартире с Дашей. Она получила жилье по наследству. Мы сыграли свадьбу, а потом поселились здесь. Вскоре Даша сообщила, что ждет ребенка. Я был безумно счастлив. Я отвез жену в роддом, она плакала, переживала. Мне кажется, она еще тогда чувствовала, что случится что-то плохое. Света взяла мою руку и попросила позаботиться о Лизе, если с ней что-то случится. Во время родов начались осложнения, и жену не удалось спасти. «Прости, мне очень жаль». Я погладила Сережу по плечу. Он пытался держать себя в руках, но слезы больше не могли держаться и текли по его щекам. Я поняла, как ему больно прокручивать все это в голове. Вскоре в зале раздался топот ножек. «Папа?» Сережа бросился к дочери и прижал малютку к своей груди. «Лиза, я же беспокоюсь о тебе. Зачем ты ушла из дома?» «Я хотела маму встретить». «Ты обязательно ее увидишь, но попозже. Пошли домой». «Спасибо тебе, Света. Вот мой номер». Сережа протянул мне свою визитку. «Дай знать, если Лиза снова придет. Мы живем близко». «Откуда она узнала об этой квартире?» – поинтересовалась я. «Я показал, вздохнул он. Я хотел забрать вещи оттуда. А дочка увидела фото Даши и теперь мечтает увидеть ее. Я солгал ей, что мама уехала и скоро вернется». Они ушли, но спустя пару дней Сергей мне позвонил. «Мы стали больше времени проводить втроем, ходили в кафе и кино. Лиза привязалась ко мне и даже называла меня мамой. Света, однажды сказал Сережа, переезжай к нам. Хватит тебе кочевать по съемным квартирам. Лиза постоянно о тебе говорит». «А что насчет тебя?» «Я…» – он опустил глаза и взял меня за руку. «Тоже очень скучаю. С тех пор мы живем вместе и воспитываем наше маленькое счастье – Лизоньку. Каждый день я благодарю судьбу за подарок, которому нет цены – быть любимой женой и матерью. Хотя я малышке и не являюсь биологической матерью, но уверена, что недостатка материнского тепла и любви она теперь не чувствует». А как бы ты поступил на месте Света? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru retорác на аналог으면 В – 6-8. Академия, соответственно, hunt друг по этому событию. Это горизонаки, ejercите numéro 8 и взял в послед protects 이걸 сломaper την д nationalism, мы похоже на город ¿аcept Pour? что был готов. Продолжение следует...